Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу рассказать про доработку СПО, в частности OpenBoard, а также про хруст французских булок, а точнее upstream, который курирует данный проект. В настоящий момент во многих школах используются электронные доски, и работу на электронных досках невозможно представить без OpenBoard. Это приложение, которое имитирует обычную доску, к которой мы все привыкли из-за школы. Это приложение очень удобное тем, что там есть различные инструменты, которые имитируют, допустим, циркуль, то есть милок, и разные виджеты. Мы в команде Центра цифровизации образования занимаемся доработкой этих приложений, в частности по запросам учителей, которые от них приходят. Например, за последнее время мы успели сделать векторизацию иконок, сохранение разметкой сетки, также возможно устраивать цвет фона и корректное отображение в темной теме, потому что оригинальный OpenBoard немножечко очень сильно косячит в этом плане, текст налезает одного цвета на другой, и ничего не видно. В общем, пришлось у нас с этим поработать. Также одним из самых первых просьб было добавить различные стили для инструмента линия. Инструмент уже был, но у него был только один стиль, это сплошная, а пунктирную линию пришлось рисовать ручками. Поэтому мы добавили такой функционал. Единственное, что были первоначальные проблемы, потому что сам инструмент линия представляет собой не кеографик с line item, а состоит из полигонов. Полигон — это, грубо говоря, объект, который имеет окантовку и заливку. И если, допустим, мы поменяем, зададим функционал для инструмента pen пунктир, то у нас получится такая красивая картинка, где по краям будет пунктир, а внутри все равно будет все залито. В итоге была добавлена функция, которая обрабатывает рисуемую линию и, грубо говоря, производит дробление на несколько частей. Также был добавлен новый инструмент — это вектор. То есть, как вы можете заметить, раньше, чтобы нарисовать вектор, нужно было сделать три действия. Теперь это делается в одно действие. КВТ стало лучше. И также стало более приятно на визуал. Было у вектора добавлено три направления, чтобы было удобно рисовать разные схемы. По поводу общения с абстримом. Когда были предложены данные изменения, не знаю, насколько здесь видно с экрана, насколько все смогут разобрать, но я вкратце скажу, от абстрима поступил ответ, что им это не надо, так как они стараются делать программу более удобной и добавлять только то, что нужно их учителям. В принципе, логично, но также там есть очень много… в самом абстриме от других пользователей поступает очень много запросов на добавление стилей линий. Сам абстрим не собирается этого делать, но мы с радостью делимся с ними своими наработками. Также был изменен инструмент циркуль. Были добавлено несколько функций, которые упрощают работу и позволяют делать более красивые и точные рисунки и схемы. Посмотрим подробнее. Было добавлено прилипание к сетке. Пожалуй, это самая запрашиваемая функция для циркуля. То есть теперь, когда фон у нас в виде клетки, можно сделать прилипание к сетке. Это когда иголочка становится четко на пересечении клеток. И также размер по сетке, что точно так же по сетке, четко можно задать размер. Также очень интересно, мне самой очень нравится, было добавлено возможность задавать точный градус поворота циркуля. То есть вы можете указать точный градус, на который нужно повернуть. Повернуть можно как с прорисовкой самой полуокружности, так и просто на нужный градус поставить циркуль расположения. И добавлен вариант либо повернуть абсолютно, либо относительно. То есть абсолютно это считается всегда от нуля, относительно считается от текущего положения циркуля. Также была добавлена возможность поворота на 90 градусов. Поворачивается четко на 90, то есть 0, 90, 180, 270. Сейчас гифка немножко решила подвиснуть. По поводу обстрима поступил ответ, что сейчас у них очень большая проблема с размером радиуса самого циркуля. То есть циркуль нельзя уменьшить до минимальных радиусов, и маленькие круги им не получаются. Поэтому пока что изменения не принимаются, потому что они занимаются другой проблемой. Собственно, хорошая идея, потому что мы сами не заметили, что круги вправду только большие. Взяли тоже на вооружение и сделали свое видение решения этой проблемы. То есть теперь круги можно рисовать не только размер самого циркуля, но и переносить карандаш на более маленький радиус. Таким образом круги могут быть очень-очень маленькие, близкие к точке. Сейчас прогрузится еще. На самом деле очень долгое время стояла другая проблема. Очень долго многие просили, очень страшно было приступать, скажу честно. Это мультитач. В самом обстриме несколько раз запрашивали функционал мультитача. Обстрим сначала отвечал, что у них нет на это ресурсов, может быть потом они к этому придут. Затем они сказали, что нет, мы к этому не придем, потому что нашим учителям это не надо. Но при этом функционал очень полезный, позволяет приблизить данное программное обеспечение намного ближе к первоначальной, родной доске, которую мы рисовали все в детстве. И мы смогли этого добиться. Сейчас уже во всех московских школах стоит сборка open-борда, где есть данный функционал. Встречала сама несколько людей, которые раньше через школу сейчас уже выпустились, и когда они где-то видят на доске подобный функционал, они говорят, о, неужели есть мультитач? У нас такого не было, блин, классно, что добавили. Это прям очень приятная вещь, потому что не хватало раньше, теперь можно с удовольствием этим пользоваться. Проблема была решена добавлением в сцену event-фильтр, который получает нажатие на саму доску, оттуда выходит на функцию прорисовки самой линии и точек при помощи мультитача. В целом, я, наверное, очень быстро уложилась, быстрее все уйдут. В общем, короче, здесь вы можете увидеть QR-код, который ведет как раз Кино Апстрим, посмотреть, поизучать, и буду рада вашим вопросам. Раз, раз. Да, все. Вы не задумывались о том, что, если, допустим, ваши изменения в Апстрим не принимаются, может быть, стоит форкнуть проект и его уже развивать как самостоятельный? Ну, у нас есть форк самостоятельный. По крайней мере, мы предоставляем сборки для школ, для учителей, с которыми мы работаем. И если вдруг откуда-то вне этих школ будут запросы на отдельную форк, именно чтобы все было полностью собираться, тогда подумаем. Я думаю, сейчас Миша, я вижу, очень хочет ответить. Я хочу дополнить, поскольку речь идет о МОС, то есть операционной системе, которая построена на пакетной базе РАСы. В МОС применяется такой принцип, что все, что можно отправить в материнский репозиторий, то есть в РАСу, отправляется в РАСу. В случае пакета OpenBoard, он сопровождается не в репозитории МОС, а в репозиторию РАСы напрямую. Можете зайти на f.io.import.openboard. посмотреть исходники этого пакета. Что касается форка, то пока удается обновлять версию, перенося необходимые патчи. Вот если это когда-то будет... То есть команда МОС сопровождает пакет непосредственно в репозитории РАСы с помощью РАСы при необходимости. И пока что, вот, Милена разрабатывает патчи, Neurofreak сопровождает пакет, собирает его, далее он отправляется на QA стандартной РАСы, на Багзиле делается запрос. Все это в открытом виде можно посмотреть. QA РАСы тестирует, после этого он попадает в репозиторию РАСы, и после этого он попадает, соответственно, в зеркало репозитории РАСы, которое используется в МОС. А затем в каждую школу, в свое зеркало, этот попадает уже в каждую школу. Вот, и поскольку пока что удается обновлять пакет, переноси патчи, форк не делается. Если когда-то это станет крайне затруднительно, то, значит, придется думать о форке. Неужели нет вопросов больше? По комментариям, по поводу строгой политики, РАСы, про МОС. Неужели не будет? Даже Миша расслабился. Но я могу прокомментировать только вопрос, который задавался, почему не форкаете. Понимаете, форк – это крайняя мера, когда расходится в виде неразвития. Здесь же Апстрим не отказался принципиально. Они сказали, что вот они другой подход видят, и люди поработали, они карандаш перенесли на циркуле. То есть это нормальное конструктивное взаимодействие с Апстримом. И вот эта тенденция «давайте форкнем». Вы же понимаете, что форк надо тянуть, а кодовая база огромная. То есть это то, как не надо делать. А вот здесь как раз разумное, вполне в докладе хорошее объяснение. Я, собственно, и так удовлетворен докладом. Спасибо докладчику, точнее докладчице даже. Когда Миша сказал, что вы еще и код пилите, я прямо впечатлился. А по поводу того, что сейчас Андрей дополнил, еще такой маленький комментарий, что вот благодаря Стасу я, по-моему, в 2010 году на конференции от Конф делал доклад с крестьем вилки. И там некоторые примеры как раз-таки известных на то время таких прозвучавших форков и мержей были. И оценка, которая тогда была, ну такая вот очень сильная на глаз, очень сильная в среднем по палате, усилий и времени на выживание форка, это было порядка 30% от усилий и времени на собственную разработку. Поэтому это дело хорошее. Этим делом... Не надо трясти, просто не трясти. Можно и нужно помогать. Вот и помогать, заниматься им могут только сами ученики. Другие заинтересованы школьные студенты, потому что это вопрос не только и не только про код, то есть иметь возможность общения с тем, кто понимает, что в коде сделано, безусловно. Но это в том числе местами про навыки убеждения. То есть не надо у... Господи, как же его там покойничка звали? Как приобретать влияние, да? Вот не надо под тем шаблоном, надо по человечеству. Вот как бы хотел, чтобы к тебе пришли и какие-то странные правки принесли, и может быть интересные, но сходу не срезают на то. То есть когда берется и без вопросов мерзится. И повторюсь, с этим можно тренироваться. У кого есть студенты, которые активно общаются, и при этом замечены в достижении, так сказать, поставленных перед собой целей такого общения, вот попробуйте сконтачиться, да подключить, вдруг допинают. Ну тоже немножко добавить по поводу позиции обстрима. Грубо говоря, они делают для своих учителей, мы делаем для своих учителей. Поэтому иногда бывают взгляды не совпадают. Потому что разные страны, разный подход к обучению. Может иметь смысл, кстати, зайти опять же через их аудиторию, то есть это некий в хорошем смысле, в редком, слово маркет, донести тех, кому может быть нужно, среди тех, кого они услышат. В своих интересах экономия времени на содержание форк. Хорошо, спасибо. Вообще не любых студентов, да, я вижу, это же не вопрос, это же доклад, время доклада. Не любых студентов можно к такому привлекать. Дело в том, что если просто сказать студенту, ну вот смотри, там есть вот такое, вот такое задача, выбирай себе какую-нибудь, садись там, делай. На самом деле гораздо лучше, когда, вот мы сейчас по опыту пришли к тому, что когда студент сам такое находит, сам заинтересовался, сам пришел, и мы ему сказали, ну скажи своему научному руководителю, ты можешь к нам на практику прийти. И вот такая вот коллаборация, она настолько идеальной становится. Я понимаю, что это редкость большая, но тем не менее, такие коллаборации, они приводят к очень серьезным прорывам. Там, не знаю, последние студенты, которые у нас были из колледжа, они нам модуль для дракат сделали, чтобы можно было загружать по PXE очень большие образы, которые сейчас там по 4 гигабайта, по 5 гигабайт, когда они наполнены всякой учебной ерундой. Вот, поэтому просто так сказать научный руководитель, давайте гоните студентов вон туда вон, это не всегда хороший подход, мне он не очень нравится иногда, потому что просто для галочки сделать нам не надо, нам нужно, чтобы работа именно была. Ну и вообще какой-то советский подход, там, всех бросить, вот эту мясную атаку, там, да, задание выполнено, по потере 5 маляров, 5 этих сборщиков, так себе. Ну, так, вроде бы больше я не вижу, потому что я снял очки, возможно. Ну, конечно, такие шутки сегодня будут много, целых две, одну из них вы уже слышали. Ну что ж, аплодисменты, я больше не вижу вопросов. Спасибо за доклад. Спасибо за доклад.